Четыре человека на место. Воспитанники нового художественного отделения детской школы искусств прошли строгий отбор, прежде чем приступить к обучению. Теперь из простой тяги к рисованию педагоги отделения воспитывают профессиональные навыки. Чему учат будущих художников, расскажет Олеся Васёва. В этих коридорах всегда звучала музыка. Сейчас в школу искусств приходят не только с музыкальными инструментами, но с мольбертом. С сентября здесь открылось художественное отделение. Открытие художественного отделения задумывалось еще в 90-е годы. Но не было специалистов таких, которые могли бы преподавать в детской школе искусств. Сейчас у нас приехали два специалиста и по просьбе желающих города Ленска, в смысле жителей города Ленска, у нас открылось это отделение. Желающих рисовать было куда больше, чем может вместить небольшой класс. Очередь четыре человека на место. Набрали три группы, всего 46 человек. Мария Кураева занимается с малышами. Не только рисует. Изучает компоновку листа, композицию художественного сюжета, оценки и полутона, разновидности техник. У них природное какое-то чувство. Они сейчас нельзя слишком навязывать свое мнение. То есть, естественно, я им могу что-то подсказать немножко. Но по большей части я хочу от них творчество, чтобы они сами проявляли себя. Занятие в художественном отделении не хобби-класс. Хороший фундамент для высшего образования. Здесь проходят довузовскую подготовку будущие архитекторы и скульпторы. Те, кто помладше, о карьере только мечтают. Мама говорила, что я, может быть, когда вырасту, стану всяким дизайнером или художником. Свидетельства о художественном образовании их получат выпускники отделения. Независимо от срока обучения будут учитываться на экзаменах в высших учебных заведениях. Олеся Васева, Михаил Сенаторов, телеканал «Алмазный край».